Всем привет, ребята, вы на канале CryptoCommons, и сегодня быстрый обзор по ситуации с крипторынком в целом, и, конечно же, по ситуации с Ripple XRP. Ну, смотрите, вчера очень хотел сделать видос, но испытывал некоторые технические сложности с этим, поэтому не получилось. И, собственно, о чем я хотел сказать вам вчера, это по поводу Ripple, что надо его покупать. И, собственно, этот случай, когда я не успеваю сделать видос, обязательно убедитесь в том, что вы подписаны к нам в Telegram CryptoCommons, потому что там я это написал, что вот здесь вот Ripple, когда он стоил по 25 центов, по 20, куда он там кольнул, даже 22 где-то, что надо было покупать, потому что, смотрите, все вот эти ребята, Базылев там, да, или как его зовут этот ваш, который платный, и Богатейший Ди тоже куда-то пропал с YouTube, все, короче, говорили вот здесь закупаться, что ниже уже не будет. И для меня было, конечно, знаком, что вот здесь все орали, что все, покупаем Ripple по 80 центов, по 60, ниже уже не будет. И все эти люди, когда он начал падать, и уже по 30, по 25, все орали, что все, все, Ripple's come, не надо покупать. В общем, для меня это показательно. Все те же люди, кто вот здесь покупали, они же вот здесь его продавали. То есть многих ликвиднуло, многие фиксили убыток. Я лично воспринял эту возможность как закупиться, несмотря на то, что я ненавижу Ripple. Но я закупился немного Ripple, и смотрите, какая ситуация. Эксперт говорит, что перспектива Ripple хуже, чем в случаях с EOS или KIN. То якобы, да, вряд ли они выиграют суд, потому что компания зарегистрирована в США и полностью попадает под юрисдикцию SEC. Ну, во-первых, не полностью она попадает, потому что Ripple все-таки это неценная бумага, потому что они прямо никак не связаны с ценой токенов XRP, несмотря на то, что они владеют большим количеством токенов XRP и дампят их. Вот. И в чем суть, короче, на пальцах? Давайте так быстро. Я это воспринял так. Комиссия по ценным бумагам США, она же SEC, увидела этот нереальный Pump Ripple, да, с 20 центов до 80. И поняла, что сейчас они его будут дампить. И подумала, а что это, мы тоже хотим урвать кусок этого пирога. И вот въебал им штраф. Точнее, как? Сейчас они собираются судиться с Ripple, и, естественно, они выдвинут Ripple какой-то штраф, который те должны будут заплатить. И вот мы видим по факту, что Ripple задампили уже втрое, даже больше, чем в три раза. И теперь все, теперь у них есть бабки, чтобы выплатить штраф. Вот так вот все просто, я и понимаю. То есть компания Ripple задампила по рынку свои же токены, хотя обещали делать байбеки. Но вот сейчас они, походу, делают байбеки в этой территории, как мне видится. Как бы, значит ли это, что Ripple не может упасть еще ниже? Нет, не значит. Может упасть еще ниже. Но в целом, сильно ниже, я думаю, он не упадет. И до нуля вряд ли он упадет. Соответственно, теперь у них есть бабки, чтобы отдать этот штраф, и все будет нормально. Вот. Ну и по поводу альтсезона тоже мы видим, что есть хороший отскок по всем монетам. Единственное, что меня в этом всем смущает, конечно, то, что биток пока еще даже намека на коррекцию не дал. Биток у нас вот наверху, все так и тусуется. И если биток начнет сильно падать, то что будет, опять же, с Ripple и с альткоинами? Хрен его знает. Потому что вот когда биток здесь вроде начинал немножко падать, то альткоины, казалось, что сейчас начнут падать еще жестче. Но на самом деле, если мы посмотрим график, вот, то биткоину есть куда падать еще, если он развернется. То могут задампить и на 20, и на 19, и на 18 тысяч долларов. И это даже не разломает нам бычью картину в целом. Вот, то есть у нас здесь на битке еще даже RSI на 4-х часах еще даже не в перепроданности. Но при этом, если мы посмотрим на тот же Ripple, на RSI, то он на 4-х часах вот дал отличный отскок по RSI. Вот мы видели здесь сильную перепроданность. И вот мы наблюдаем сейчас этот отскок. То есть в целом, мне видится как, что биток сейчас начнут дампить в какой-то момент. Может, не прямо сейчас, но после еще одного пампа, но в какой-то момент начнут все-таки биток дампить. И альткоины, по идее, должны начать пампить в этот момент. К биткоину-то уж точно, потому что... Ну куда их там уже сливать ниже, слушайте? Ну это уже не смешно даже. Вон лайток, мы видим, отскакивает обратно уже 116 долларов. Dash, наш любимый, тоже вчера дампили. Ну вроде как он удержался. Пошел отскакивать тоже. Dash к битку тоже начинает отскакивать. Как бы, смотрите, есть, конечно, вариант еще одного слива. Ну, скажем так, последнего слива альткоинов к биткоину. После чего все-таки, ну просто обязан начаться альтсезон. Потому что если мы посмотрим на доминацию BTC, то мы здесь видим, что вот она вроде как доползла. Доползла до 71% без малого и сейчас разворачивается в коррекцию. Поэтому да, всем, кто торгует альткоины, сейчас нужно видеть какую-то такую картину по доминации. Чтобы быть, скажем так, в плюсе к биткоину. Но опять же нужно следить за тем, не продолжит ли доминация потом снова восходящее движение. Потому что в целом, конечно, могут еще подампить альты и попампить биток. Потому что сейчас институционалы в основном все-таки впрыгивают в биток. И впрыгивают они в него без плеч и без желания поиграться с альтами. Хотя это они нам так говорят, да? Майкл Сейлор говорил так недавно в интервью. А по факту мы же не знаем, что они хотят. Они могут взять и начать сейчас играть с альтами. Поэтому не знаю. Напишите в комментариях, как думаете вы, какой у вас план игры. Но мой план игры такой, что надо поддержать Рипл и поддержать альткоины. Потому что все будет хорошо на самом деле. Вопрос только плеч. Потому что многих я вижу ликвиднуло. Кто там слишком большие плечи брал наверху, конечно же их ликвиднуло. Даже кто брал второе плечо вот здесь наверху по Риплу, его должно было ликвиднуть. Так что аккуратней надо, ребята. И хочу вам напомнить еще такую вещь. Что на бирже Femix вы можете прекрасно торговать как и Риплом, так и множеством вот этих альткоинов. На споте вы можете торговать их с абсолютно нулевыми комиссиями. Если подключите премиум подписку, которая стоит там что-то 70 долларов в год что ли. То есть достаточно выгодно экономить на комиссиях. И на контракт трейдинге, то есть на фьючерсах с плечом вы можете торговать всеми вот этими монетами. Включая тот же Рипл и Линк, и Эфир, Лайток и даже золото. Что делает уникальным эту биржу. Контракты на золото. Ну и также вот этими Uniswap, Wi-Fi, всякими Compound, Algo, Polkadot и прочими DeFi монетами. Вот, достаточно демократично. Также вы можете сделать здесь саб-аккаунты, чтобы торговать другие сделки. Грубо говоря, вы на одном, на главном аккаунте можете держать свои долгосрочные сделки, а на саб-аккаунте хеджироваться. Поэтому, если вы устали от постоянных перегрузок, зависаний и технических работ Binance, в моменты высокой волатильности, когда он не дает вам ничего сделать, или если вы, не дай бог, торгуете до сих пор на BitMEX, я не знаю, есть ли еще такие. В общем, рекомендую вам ознакомиться с биржей Femex, ссылка в описании. Никакой верификации, никакого KYC, регистрация занимает 20 секунд, и вы можете начинать торговать. Вот, обзор по этой бирже сейчас у вас появится сверху, посмотрите его обязательно. Биржа замечательная. Ну а так, похоже на самом деле на сценарий Buy the Deep, потому что посмотрите, что было с Линком вчера. Линк дипанул реально на 8 долларов и уже отскочил на 11,5. То есть, я хочу сказать что, что в бычьем рынке не надо ждать очень сильных коррекций, но вот такого рода коррекции, да, могут быть, и это значит, что их должны быстро откупать. То есть, это не значит, что мы сейчас долго уйдем еще в боковик и вниз, а скорее всего, вот это и был момент, где все боялись, где все продавали, да, всех ликвидировало вчера. Вчера же очень все боялись, или поза вчера, когда все это падало. Но, по сути, надо было просто покупать, как мы видим, и не переживать. То есть, еще раз, обязательно покупайте там, где все боятся, где страшно, и продавайте там, где у всех FOMO, где все покупают как раз, и будете в профите. Потому что на недельном таймфрейме даже этого всего с вами не видно. Но Линк, конечно, я бы не покупал сейчас, потому что он, в принципе, очень перекупленный, и у него сейчас пузырь сдувается. Линк могут еще сильнее задампить, как и Ripple, и потом только он пойдет наверх. Поэтому с Линком я просто как пример показал эту свечку, но покупать его, наверное, сам не буду. Подожду. Ну, а так, из новостей, что у нас еще? Binance превысил рекордный триллион. А, ну вот, цена биткоина на бирже Lifecoin выросла до 220 тысяч долларов. Платформу подозревают в экзит-скаме. Ну, это абсолютно точно скам, потому что вывезти с нее средства нельзя, как я понял. То есть, люди заводят туда бабки, и все, до свидос. Ну, там у них цена биткоина 220 тысяч, цена эфира 6,5 тысяч. В общем, это конченный скам, ребята. Не ведитесь ни в коем случае на все эти биржи, которые непонятно вообще какие. Вот, все лучшие биржи для трейдинга в закрепленном комментарии и в описании этого видео. Также у нас в Телеграм-канале. Поэтому, ребята, не забывайте подписываться, ставить лайки, если вам нравится криптоконтент. Пишите комментарии. И обязательно добавляйтесь к нам в Телеграм, потому что там я даю максимально быструю информацию, вот буквально здесь и сейчас. Потому что сделать ролик в Ютубе, это занимает минимум 2 часа, пока его запишешь, смонтируешь, выложишь. А в Телеграме мы абсолютно быстро обмениваемся инфой. И кроме меня здесь еще очень много толково ребята пишут. Вот, так что, чтобы не тупить, обязательно будьте с нами на связи. Ну и как-то так. В целом, вот, наверное, все сказал сегодня. Смотрим за доминацией, смотрим за Ripple, потому что Ripple сейчас вроде как флагман рынка и альтов, как минимум, да и, в принципе, биткоина. Да и Ripple был всегда, на самом деле, флагманом. Если посмотреть, даже в 2017 году, когда начали его качать до 3,5 долларов, это были, по сути, бабки Ripple, которыми также накачивали множество альтов и сам биток. Но хочу вам напомнить еще раз, что биткоин в прошлом своем булране сделал всего 100 иксов, да, с 200 долларов до 20 тысяч. И с момента переписывания all-time high биткоин сделал всего 20 иксов, то есть с 1000 долларов до 20 тысяч. В то время как Dash, который мы так все с вами любим, сделал 1000 иксов в прошлом булране. То есть он набрал реально с 1,5 долларов до 1600. И вот биток у нас где, посмотрите, находится сейчас уже на локальных хаях. Несмотря на то, что мы можем еще это все рассмотреть как прямую линию и ждать биток с вами где-то вот здесь, да, по 100-200 тысяч долларов. Вполне можем ждать вот такую картину, если булран продолжится. Но тем не менее, Dash к доллару у нас находится вот здесь. Посмотрите, на недельных свечках у нас никаких дампов не видно, вот. У нас абсолютно зеленое движение. И Dash собирается делать что-то вот такое. И потенциал хода у него даже до переписывания all-time high еще очень большой, посмотрите. Еще 15 иксов, это только до туда ему, где сейчас биток. Даже больше, потому что биток уже переписал all-time high. То есть Dash потенциально может улететь просто сейчас на десятки, если не на сотни иксов. Поэтому такая тема. Может, конечно, и не улететь. Все спекулятивно. Поэтому берите на себя сами все риски. Проводите свое исследование. Вот. То, что вы читаете, смотрите в ютубе, все делите пополам, потому что сами понимаете. Вон там люди советовали покупать Ripple по 80 центов и по 60. Но в целом, да, я думаю, что альткоины очень хорошо сейчас пойдут. Такие стопудовые, как Litecoin, как Dash, как... Ну, эфир, понятно, перепишет в какой-то момент свой all-time high. Лайткоин у нас вон с вами уже начал это движение, которое мы сейчас ждем от Dash. Лайткоин уже дал здесь уже почти 4 икса со своего дна. А Dash дал пока... А Dash дал пока всего сколько? Ну, меньше 3 иксов. Короче, Dash ждем по 300 баксов вообще в ближайшем будущем и не паримся. А так, в целом, я думаю, что он там и на 600 пойдет, и еще куда выше. В общем, какие-то такие дела, ребят. Сегодня короткий обзор. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Фла-ла-ла, он же Гринни Джо, это канал Крипто Комманс. И до скорых встреч. Всех с наступающими праздниками. И всем профит. Продолжение следует...